Сам Петр Порошенко сейчас находится с визитом в Британии. Уже завтра в Королевском институте международных отношений он будет говорить о противодействии российской агрессии и усилении европейской безопасности. Кроме того, встретится с лидером британского правительства Терезой Мэй. Сегодня же британский премьер преподнесла общественности неожиданный сюрприз. Объявила о досрочных парламентских выборах. Она предлагает сменить парламент на три года раньше срока. Почему Тереза Мэй резко изменила мнение и решила провести перевыборы, расскажет Светлана Чернецкая. Вот это действительно то, что называют гром среди ясного неба. О досрочных выборах в Великобритании много говорили, но месяцев 10 назад. То есть сразу же после референдума по Брэдзиту. Тогда это казалось логичным. Премьер Кэмерон пошел в отставку. Страна стояла на пороге серьезных изменений. Но новая глава правительства Тереза Мэй была категорична. Никаких досрочных выборов. Дескать, ситуация и так напряженная и не нужно добавлять неопределенности. А сегодня ошарашило. Выбирать новый состав парламента будут на три года раньше. Уже 8 июня. Действия наших оппонентов в парламенте ставят под угрозу работу, которая нужна для подготовки к Брэкзиту. А также ослабляют позицию правительства во время переговоров в Европе. Если мы не проведем выборы сейчас, их политические игры будут продолжаться. Конечно же, не будь премьер уверена в положительном результате волеизъявления, то вряд ли рисковала бы. Ведь на кону ее кабинет на Даунинг-стрит 10. Уверенности Мэй добавляют последние соцопросы. Консерваторы опережают своих главных оппонентов-лейбористов на 21%. Это очень впечатляющий отрыв. А потенциальный новый премьер, главный лейборист Джереми Корбин, сейчас не в лучшей политической форме. Его не единожды пытались сместить с поста лидера партии. И за эти полтора месяца до выборов ситуация вряд ли кардинально поменяется. Конечно же, судя по последним опросам, она видит возможность разгромить оппозицию, избавиться от несогласных и повести страну в направлении жесткого Брэкзита, а также политики экономии и сокращений. Эти выборы пройдут под знаком Брэкзита. Уже понятно, что впервые в истории партии будут делать акцент не на медицине, образовании или экономике, а на обещаниях по выходу из ЕС. Консерваторы будут рассматриваться как главные сторонники жесткого расставания и максимального отмежевания от ЕС. Лейбористы же станут настаивать на мягком разводе, оставаясь в тесных отношениях с Европой. А либеральные демократы и вовсе начали спекулировать на том, что если получат большинство в парламенте, то повернут историю вспять и, возможно, отменят бракоразводный процесс в Брюсселе. Так что голосовать британцы будут не столько за политические ярлыки, сколько за условия Брэкзита. Для запуска подготовки к выборам премьеру Мэн необходимы две трети голосов депутатов. Завтра в парламенте она предложит проголосовать за свой законопроект. И сомнений нет, что депутаты его поддержат. Ну а после выступления в парламенте премьер примет Петра Порошенко у себя в резиденции на Даунин-стрит-10. Президент Украины сейчас в Лондоне с двухдневным визитом. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин.